Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Наталья Севастьянова, врач-диетолог, эндокринолог и специалист в области проэйдж-медицине. Сегодня мы с вами поговорим о лишнем весе. Проговорим, что есть фактически три состояния. Это нормальная масса тела, избыточная масса тела и ожирение, и дефицит массы тела. Каждое из этих состояний, оно несет за собой определенные риски. Я имею в виду избыточную массу тела и ожирение, и дефицит массы тела. Мы это должны понимать. Я вам предлагаю посчитать свой индекс массы тела, или индекс Кетли. Вес в килограммах делим на рост в метрах в метрах квадратах. К примеру, ваш вес 60 килограмм, ваш рост 1,7 метра, соответственно, это 1,7 метра. Соответственно, мы 60 делим на 1,7 в квадрате и получаем значение нашего индекса массы тела. Все, что от вас требуется, это найти свое значение в таблице. Если ваш индекс массы тела находится в диапазоне 18,5 до 24,9, поздравляю, у вас нормальный индекс массы тела. Если же ваш индекс массы тела меньше, чем 18,5, вы в дефиците массы тела, и это требует достаточно серьезного диагностического поиска и вовлечения смежных специалистов. Ну и, наконец, если ваш индекс массы тела выше 25, вы находитесь в рубрике «Избыточная масса тела», а с 30,0 в рубрике «Ожирение». Вторым немаловажным таким диагностическим критерием, который, в общем-то, мы смело можем пользоваться, и более того, это общедоступно, это можно сделать дома, это взять сантиметровую ленту, самую обычную, и померить с обхват своей талией и бедер. И вот тут очень много интересного мы можем о себе узнать. Если соотношение объема талии и объема бедер у женщин больше, чем 0,85, это значит, что у вас есть абдоминальное ожирение. Если у мужчины это значение выше единицы, это абдоминальное ожирение. Каждый лишний сантиметр в области талии – это дополнительный вклад в системное воспаление и старение. Очень классный способ определения своей идеальной массы тела – это анализ состава тела методом биомпедансометрии. Сколько жировой ткани, сколько мышечной массы, сколько внутриклеточной и внеклеточной жидкости. И при этом мы будем ориентироваться именно на свою конституцию. Первое, с чего мы должны начать, как бы это странно ни звучало, это ревизия нашего питания. Гиперкалорийность, то есть мы банально переедаем, у нас калорий больше поступает в организм, нежели мы расходуем. Вполне возможно, что у нас калорийность-то и неплохая, но не совсем выгодное соотношение между белками, жирами и углеводами. И это тоже может здорово тормозить на пути достижения того результата, который мы с вами наметили. Второй пункт, не менее важный – ревизия нашей физической активности. Многие говорят, доктор, а я прохожу 10 тысяч шагов, друзья, но 10 тысяч шагов – это норма и для 18-летнего юноши, и для 80-летнего пожилого человека. В общем-то, мы должны понимать, что какая-то разница должна быть в этой ситуации. Если мы понимаем, что мы двигаемся мало, то нужно это корректировать. Иначе даже на сверхнизком питании, даже на гипокалорийности мы будем малоэффективны. Третий пункт – сформулировать цели. Как бы странно это ни звучало, мы должны поставить мычки. Почему? Потому что мы не всегда будем на пике своей мотивационной формы. В тот момент, когда вам будет грустно и печально, вы должны понимать, что вон там горят огоньки, и к ним нужно идти. Это позволит вам, как барон Мюнхгаузен, себя за хвостик вытянуть в нужный момент. Сформулировать безопасную гипокалорийность. То есть то количество калорий, на которых мы будем, безусловно, снижать эффективный вес. Сейчас дефицит порядка 15-20% он достаточен. Очень важный пункт, и к чему я, собственно, вас, друзья, подвожу, это профилактика дефицитарных состояний. На фоне уменьшения поступления в организм из-за белков, жиров, углеводов, у нас автоматически снизится поступление микроэлементов, витаминов. В этой ситуации нам на помощь, безусловно, конечно, в период снижения веса, должны прийти поливитаминно-минеральные комплексы на весь период гипокалорийности. Да, производители пишут о том, что прием в течение одного месяца отдали по рекомендации врача, и мы по умолчанию предполагаем, что весь этот период гипокалорийности мы должны прикрыть. Иначе мы себя подключим к режиму обкрадывания. Не всегда поливитаминно-минеральные комплексы, они справляются с поставленной задачей, так как там дозы профилактические. Если мы действительно провалились в дефициты более яркие, с клиническими проявлениями, то на помощь нам придут моноформы. Не хватает магния, добавили магния. Не хватает хрома, пробивает на сладкое, добавили хром. Пребиотические, пробиотические комплексы, они могут быть весьма и весьма, кстати, даже самые простые. Мы должны помнить о витаминах группы В, которые осуществляют протекцию нервной системы и очень выгодной. Также неплохо в этом контексте звучат адаптогены, всякого рода растительные штучки, которые очень себя зарекомендовали. Это и женьшень, и леутерококк. Все те полезные вещи, те полезные добавки, о которых я говорила в видео, вы можете приобрести в магазине «Русские корни». Ссылку на магазин я отставлю под видео. Ну и плюс ко всему мы должны помнить, что сопровождение эндокринолога на этапе контроля веса, оно бывает не лишним. И да, есть ожирение связано с нарушением со стороны эндокринной системы. Но из опыта могу сказать, 90% всех случаев избыточной массы тела и ожирения – это все-таки не вина эндокринной системы, а наша банальная бытовая распущенность. До встречи в новых сюжетах!